Привет! Вот совсем недавно, а именно 18 марта, компания Samsung официально выпустила новый бюджетник, на который возлагают большие надежды. Аналитики, да и сам бренд прогнозируют статус бестселлера среди низкобюджетных вариантов для Galaxy M21. Да, именно так называется модель, о которой пойдет речь в этом обзоре. Сейчас покажу вам, чем этот смартфон выделяется среди множества похожих и почему, по идее, за ним должны охотиться по виртуальным полкам магазинов. Так что погнали! Как многие успели заметить, линейка Galaxy M имеет свою определенную специфику. Это должен быть смартфон с низкой стоимостью, но в то же время сохранивший за собой некоторые фишки А-серии. Большой безрамочный Super AMOLED, пару-тройку годных камер со всеми вытекающими преимуществами и железо на все случаи жизни. А одной из главных особенностей Galaxy M выступает супер-емкий аккум и при этом возможность его быстрой зарядки. Так что Galaxy M21 – примерный образец такой связки. Спереди нас встречает тот самый яркий 6,4-дюймовый дисплей с немного нетипичным для линейки вырезом Infinity-U. Та самая матрица типа Super AMOLED, разрешение экрана Full HD+, и плотность пикселей в 403 ppi. В целом все элементы дизайна, как по мне, намекают на концепцию бюджетника. Девайс выдает заметный подбородок, пластиковая задняя панель с текстурой под металлик, сканер отпечатка на ней, да и вообще максимальный минимализм. Хочу подметить необычный цвет гаджета. На официальном сайте он именуется зеленым, но, как по мне, он все-таки ближе к голубому с небольшим изумрудным отливом. В любом случае решение не заезженное. Это плюс. И, кстати, по тактильным ощущениям, плавный переход задника в боковые грани оставляет приятные ощущения. Мне прямо очень комфортно держать смартфон в руке. Точно так же, как и юзать его. Разблокировка по лицу и по сканеру отпечатка здорово работают в тандеме. Если по отдельности неточности встречаются, то в совокупности все отлично, точно и быстро. Это я имею в виду сценарий, при котором ты достаешь из кармана смартфон, положив палец на сканер, а по дороге еще дополнительно сканируешь свой фейс. Правда, по рожеку сканер отпечатка очень низкий, поэтому нащупать не так просто. Тут уже надо добиться автоматизма, чтобы палец по памяти попадал четко в цель. Система в M21 хорошо оптимизирована. Здесь интегрирован 10-нанометровый чип Exynos 9611 с тактовой частотой до 2,3 ГГц, который я уже успела протестировать на примере Galaxy A51. В качестве видеоядра стоит Mali-G72 MP3, а конфигурация тут 4,64 ГБ. Модули NFC на борту как полагается. Exynos 9611 на A51 показал себя не с самой лучшей стороны. Тогда я сделала выводы, что это процессор для простых задач, а не для гейминга. Соответственно, и играть с ним нужно либо на средне-низких настройках в тяжеловесах, либо в хорошо оптимизированной игрушке по типу Asphalt 9, либо вообще во что-то более простенькое. С этим же я столкнулась и с Galaxy M21. После очень тяжелого, во всех смыслах гейминга, 15-минутный троттлинг-тест выдает небольшое снижение производительности. Но все же супер больших падений, скажем, до 50-60% не происходило. Но еще больше меня удивляет работа системы M21 в более щадящих режимах. На Ашке этот чип показывал троттлинг практически в любых условиях, и во время синтетических тестов в том числе, когда в 3D-марке с полторы тысячи очков он падал до тысячи. На градовой прогонной синтетике это одно из моих любимых занятий, если вы успели заметить. Так вот, Galaxy M21, судя по набранным очкам, в 3D-марке не троттлил нисколько, а в Geekbench был плюс-минус стабильным. Троттлинг-тест после такого синтетического забега прилагаю. Я искренне не понимаю, отчего такое отличие между A51 и M21, но результат впечатляет. Возможно, все дело в прошивке и в оптимизации баланса энергоэффективности и производительности, а хорошо оптимизированные игры, такие как Asphalt 9 и Колда, у меня вообще залетели на ура. Гейминг стабильно шел без просадок. Короче, резюмирую. Galaxy M21 смартфон с не очень высокой, но суперстабильной производительностью. По части камер девайс неплохо проработали, как для бюджетника за 230 долларов. Основной модуль на 48 мегапикселей выдает снимки с неплохой детализацией и динамическим диапазоном. Но в этом разрешении недоступны режимы HDR и искусственный интеллект. Такие опции открываются только при 12 мегапикселях. И тут я окончательно убедилась в том, что у Samsung софт один из лучших в контексте камер в сравнении с другими брендами. На Galaxy M21 фото, снятое при 12 мегапикселях, получается, по моему мнению, лучшее не только из-за накрутки контрастности, а из-за отличной работы алгоритмов искусственного интеллекта, которые очень метко подчеркивают текстуры. Ну а широкоугольный модуль на 8 мегапикселей и 123 градуса тоже хорошо справляется с цветопередачей и подчеркиванием каждого объекта на фото, несмотря на дисторсии по бокам. Третьей камерой выступает сенсор глубины. Причем фон размывается не только за человеком. Это может быть и еда, и цветы, и вообще чего только душа пожелает. А самое крутое то, что, как и представители А-серии, Galaxy M21 умеет писать видео в 4К с отличнейшей детализацией и сочной цветопередачей в стиле Samsung. Прямо очень топово для бюджетника. Жаль только, что электронный стаб все еще недоступен в таком режиме. Его можно наблюдать в Full HD и в более тусклых тонах. То есть, когда ты включаешь суперстабилизацию, страдает не только разрешение, а и пропадает яркая картинка, будто до этого в 4К был наложен какой-то улучшающий фильтр. Я раньше с подобным не сталкивалась. А реализация самого стаба хороша, как по мне. Стабилизации на фронтальной камере нет, но на видео наблюдаем все ту же отличную детализацию и вообще приятную картинку. Причем вариант с улучшалкой лица на видео в реальном времени выглядит в достаточной мере естественно. Эта же 20-мегапиксельная фронталка способна и на красивое селфи с глубокой проработкой искусственного интеллекта. Бэби фейса тут нет, но и лицо в кадре неплохо смотрится. При съемке селфи с жестом вокруг камеры появляется прикольная анимация. Может я что-то пропустила, но в прошлых смартфонах такого не припоминаю. Только все эти соблазняющие параметры можно увидеть при хорошем освещении. С плохим смартфону справляться объективно трудно, но это понятно. Здесь и сенсоры установлены не особо большие, и зрачок модулей раскрыт не широко. А теперь давайте перейдем к интригующему моменту с автономностью. Samsung нам запаковала целых 6000 мАч емкости, 15 Вт быстрой зарядки и заявляет до 22 часов работы в интернете. Но что же получилось лично у меня? При моих сценариях использования смартфона хватало дня на два. А это активация всей системы, установка приложений, регистрация, гейминг, соцсети и YouTube. Но это все достаточно субъективно, каждый из нас по-разному юзает смартфон. Объективно Galaxy M21 в синтетическом тесте PCMark от сотни до 20% сел за 9 часов и 36 минут. По моим расчетам, всю батарею он сожрал бы приблизительно за 11 часов и 40 минут. Признаться, это лучший результат из всех протестированных лично мной смартфонов в таком тесте. Причем, как вы понимаете, нагрузка там была большая, со значительным использованием производительных ядер. Энергоэффективные ядра показали себя еще лучше в тесте YouTube, когда я запустила видео в Full HD разрешение по Wi-Fi. Мой результат, внимание, 16 часов и 40 минут. Ну и понятное дело, все замеры производились на максимальной яркости дисплея. Быстрая зарядка на 15 Вт, как я и говорила, поддерживается и Type-C разъем на месте соответственно. А вывод от меня следующий. Samsung Galaxy M21 внешне, хоть и не пытается закосить под премиальный смартфон, в нем нет новомодного подэкранного сканера отпечатка, но есть максимально стабильная производительность, заоблачная автономность и большинство нужных возможностей камер. Все это делает его одним из самых сбалансированных мобильных устройств в доступном сегменте. Это как мой новый ноутбук. С непримечательным дизайном, без вот этой возможности открываться на 180 градусов, с большими рамками вокруг дисплея, да еще и с допотопным дисководом. Но в то же время с мощным процессором Core i5 чуть ли не последнего поколения, супершустрым SSD-шником и громким звучанием. И я вам скажу, что он летает, а достался чуть ли не за копейки. Это я к тому, что не все золото, что блестит, и какая-то неприметная на вид штуковина может оказаться по факту надежным помощником. Пишите в комментариях, как вам новинка, и не забудьте про лайк, подписку и колокольчик. Советую еще посмотреть сравнение Galaxy A51, A71 и Note 10 Lite и видео обо всех особенностях революционного Galaxy Z Flip. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!